В третий раз прошел конкурс Королева спорта. Самые спортивные девушки города собрались в амфитеатре курорта притяжения на финал, чтобы похвастаться красотой и энергией, которую они приобрели за три месяца занятий на спортивных площадках, а также побороться за призовые места. Юлия Бударина побывала на шоу, пообщалась с участницами, восхитилась их силе воли и готова показать вам самые сочные кадры. Финал конкурса Королева спорта 2024 был приурочен к 95-летию Магнитогорска и Всероссийскому дню физкультурника. Для финала вы выбрали сегодня вот эту площадку курорта притяжения, где проходят различные культурные, спортивные мероприятия. Почему довольны ли вы этой площадкой? Площадка идеальная. У нас здесь проходил самый, наверное, сложный этап в этом году и по погодным условиям, и в целом по реализации технической. Это был триатлон, где девочки могли и поплавать, и поездить на велосипеде, и побегать. Трасса позволила сделать это абсолютно все. Все репетиции и танцев, и дефиле здесь проходили вечерами, и у нас появились свои поклонники, те, которые приходили, смотрели, болели, и сегодня они встретились уже на финальном выходе. За полчаса до начала гости уже толпились у сцены амфитеатра, стремясь занять места в зрительном зале. У меня участвует дочь. Меня поставили в известность, что она собирается участвовать в этом конкурсе. Очень было интересно, я кое-что ему помогала, смотрела все их челленджи, все их видео, голосовали мы все. Мы всей семьей поддерживали, и мои друзья приехали в том числе. И вот мы сегодня на финале. Очень интересно посмотреть финал. Пошла второй раз, потому что здесь увлекательно, море эмоций, море впечатлений. Каждый год новые виды спорта, мы участвуем в разных соревнованиях. И просто очень дружная атмосфера, знакомимся с девчонками, потом дружим и в дальнейшем участвуем в разных мероприятиях. За время проекта конкурсантки поучаствовали в стальных играх, гонках на сапах, соревнованиях по скалолазанию, стритболу, пляжному волейболу, флорболу, спортивному ориентированию, триатлону и дартсу. Среди них также выбрали обладательниц высокого интеллекта и отличившихся в области кулинарии. Каждый год нелегко, потому что участниц много. В основном все они не связаны с дефиле до момента появления на конкурсе. Поэтому приходится их сначала разогревать, но потом уже выстраивать рисунок. Всегда идет со скрипом местами, но в конце все хорошо. Вечер финала открывал спортивно-танцевальный флешмоб, где традиционный проход по подиуму заменили степ-платформы. Затем дефиле спортсменок в купальниках пляж и дефиле белой королевы. А в это время зал кутался в куртке, прятался от дождя под зонтами и громко выкрикивал имена участниц. В конкурсе приняли участие 45 представителей с прекрасного пола в статусе мамы или жены. Жюри оценивало артистизм, обаяние и умение держаться на сцене. Каждая из участниц досталась победа в одной из 15 тематических номинаций. Абсолютным победителем стала командовая ЦРТИМ в ее составе работницы ПАУМ МК. Штабелировщик ОПЦ номер 11 Ирина Данилова, контролер в производстве черных металлов участка ОКП Светлана Чекалова и инженер по нормированию организации труда автотранспортного управления Татьяна Максутова. Что на будущее? Дальше участвовать каждый год и всех зовем и также призываем к этому спорт. Вообще это очень классно и здорово. Оно затягивает и как бы останавливаться не стоит, только нужно продолжать. Обязательно будет четвертый сезон. Мы готовим новые виды спорта и мы, как всегда, не будем повторяться, потому что это девиз нашего конкурса. Юлия Бударина, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН.